В преддверии 23 февраля, Дня Защитника Отечества, всегда возникают ужесточенные споры. Считать ли этот праздник торжеством для всех мужчин, или все-таки принимать поздравления должны только те, кто служил в армии, ходил строем и умеет управляться с оружием. Мы, программа «Алтая. Семь дней» не хотели бы занимать какую-то определенную позицию, а просто собрали различные истории, герои которых в свое время сумели постоять не только за себя. Считать ли их защитниками Отечества, выводы делайте сами. На груди Вячеслава с прошлого года красуется медаль за честь и мужество, а за плечами у него спасенное село. В мае к деревне Мишиха Кытмановского района начал подступать пожар со скоростью 20 метров в секунду. Бригада из трех пожарных оказалась в самом пекле, когда до села оставалось 500 метров. Одежда под защитным костюмом начала плавиться, но борцы с огнем все-таки остановили распространение пламени. В тот день Вячеслав поступил в больницу с поражением 15% кожного покрова. Стоит того, а как? Мы не будем, кто-то все равно должен. А этим борцам с огнем вряд ли когда-то можно будет рассчитывать на серьезное поощрение. Они пожарные добровольцы, для которых, впрочем, сохраненное родное село – самая дорогая награда. На их счету огромное количество спасенного имущества и спасенных жизней. С осени 2011 года это движение получило второе дыхание, когда в крае начало работать закон о добровольной пожарной охране. Деньги за свой труд они по-прежнему не получают, но проходят профессиональную подготовку наравне с работниками МЧС. Пожарные добровольцы – это те люди, которые от чистого сердца, по доброй воле принимают участие в тушении пожаров. Оказывают помощь как профессиональным пожарным, так и тому населению, на территории которого дистанциируется эта добровольная пожарная команда. Готовность совершить подвиг от пола не зависит, но любой такой поступок со стороны женщины всегда оценивается вдвойне. 3 марта сельская учительница помогла пятилетней девочке выбраться из заброшенного дома, которую там запер похититель. Преступника на месте не было, но знать об этом Татьяна Мельникова не могла, потому совершила по-настоящему мужественный поступок. Похитителя по горячим следам задержали, а девочка была благополучно возвращена в семью. Девочка сама себе организовала спасение. Почему? Потому что она определилась, кто ее, как сказать, будет спасать. Ну и при этом вот она докричалась. Иногда, чтобы быть героем, не обязательно попадать в экстремальные ситуации, достаточно предотвращать их. У участкового Юрия Соколова, конечно, тоже случаются недоработки. Все-таки на его счету за 25 лет накопилось 25 раскрытых преступлений и 130 правонарушений. Но одному богу известно, сколько бы их было без особого подхода участкового. Его редко воспринимают как полицейского. Для одних он воспитатель, для других – друг, для третьих – просто хороший знакомый. Каждому, чтобы знать, кто на что способен, допустим, этот может своровать, а этот не может своровать, но может схулиганить. Его надо так вот прижать. Вот это вот качество, я говорю, это каждому должно, у каждого участкового быть. С кем-то могу этот, ну как мягкий человек, я стараюсь войти ко всем, вот в душу, можно сказать, залезть, выслушать. Я выслушаю человека всегда до конца. А потом какие-то выводы свои делаю. Люди, которые на обычную прогулку тратят больше сил, чем здоровые профессиональные спортсмены на физические упражнения, заслуживают как минимум уважения. А когда они ставят мировые рекорды и нечеловеческими усилиями врывают победу для своей страны, они точно имеют право называться защитниками Отечества. Паралимпийская сборная России доказала, что воля к победе у них выше, чем у некоторых представителей олимпийской сборной. Да и алтайские инваспортсмены в прошлом году показали лучшие результаты. А второе место – это вообще здорово. Конечно, первое место лучше, но я очень рада и довольна второму месту. Эти герои красноречиво не могут описать свои поступки. Для них это вполне будничное состояние души, готовность в любой момент прийти на помощь или добиться чего-то на пределе возможностей. И многие из этих примеров ставят жирную точку в споре о том, может ли называться защитником Отечества человек, не служивший в армии. Здесь скорее наоборот – все ли служившие в армии в экстремальной ситуации смогут пожертвовать собой, защищая Родину. Хорошо бы нам никогда не узнать ответ на этот вопрос.